Мы приехали в Кыргызстан в начале сентября посмотреть на игры кочевников. Пробыли там от начала до конца. Потом захотели изучить Кыргызстан ещё подробнее, заехать в ближайшие страны, арендовали для этого машину и направились прямиком к месту под названием Муньяк в Узбекистане, чтобы увидеть своими глазами Аральское море. Обратный маршрут лежал через Самарканд, Бухару и Ош. В Кыргызстане останавливались в Казармане, Нарыне, Кульсу и Адбаши. Там мы сходили на Малбазар ранним утром. Нас просто обворожила оживлённая торговля настоящих кочевников. И в Узбекистане и в Кыргызстане к нам относились очень гостеприимно. Многие не говорят по-английски, но мы как-то умудрялись обходиться без него и находили общий язык. Это очень важно – налаживать связи, узнавать новых людей и их культуру. Я полюбила лагман. Здесь подают очень много мяса. Я не привыкла есть столько мяса, но осталась довольна. Ташрабад произвёл неизгладимое впечатление. После долгой езды мы увидели это массивное строение посреди гор и словно вернулись в прошлое – в 15 век. Но с другой стороны, он одинок, а в Самарканде мы видели целый исторический город. У нас есть сайт о путешествиях. Мы ведём страничку в Инстаграме и канал на Ютубе. Мы регулярно делимся короткими историями и фотографиями. Но самое главное – это создать фотобук для Бразилии. А ещё мы соберём документальный фильм о жизни кочевников. У меня сейчас два колпака. В Корчине мы долго не могли найти транспорт до Челпанаты, и тут нас позвал неизвестный мужчина. Мы сели к нему в такси. Мы общались всю дорогу, сфотографировались вместе, и он подарил мне колпак на память. Я был приятно удивлён. Второй достался уже в Казармане. Мы очень устали и уже было собирались переночевать в машине, но кто-то подошёл. Мы поговорили с ней, и она предложила переночевать. Нас прекрасно приняли, угостили ужином, а утром глава семьи подарил мне вот этот головной убор. С тех пор я его ношу, не снимая. Очень часто первыми предлагали помощь именно женщины. Они здесь очень сильные. Даже в том случае, когда подарили колпак. Домой к себе пригласила девушка по имени Джазгуль. Инициатива исходила от неё. Она же подарила мне красивую верхнюю одежду. Я не ожидала, что женщины в Средней Азии имеют высокое место в обществе. Мы точно приедем сюда ещё раз.